Чао-чао, бонжорно до Рома. Сейчас уже время приближается к шести часам утра. Видите, до сих пор людей не так, чтобы много. Кое-кто тут проходит, но совсем-совсем немножко. И у нас есть возможность продолжить тему императиво. И сегодня я разберу императиво кон и прономи. На самом деле императиво по величине наклонения очень часто используется с местоимениями. Местоимений на данный момент мы знаем уже несколько видов. Это прономи, diretti, прономи, indiretti и прономи reflexivi. Здесь я сделала подготовительную таблицу для того, чтобы вспомнить, какие прономи мы с вами проходили. Здесь я написала diretti, indiretti, reflexivi. Прономи и diretti отвечают на вопросы винительного падежа кого-что. И в безударной форме, с которой мы будем работать, имеют такие формы. ми-меня, ти-тебя, ль-ь-ево, ла-й-и-ё, лас большой буквы вас, чьи нас ви-вас, ли либо ли их, да, ответь на вопрос кого-что. Прономи, indiretti, очлючают на вопрос следательного и кому-чьему. И форму имеют такую, ми, мне, ти, тебе, льи, ему, ле, ей, лес большой буквы, форма декортезия, вам, нам, чьи, вам, ви и льи, им. И пронуми рефельсиви являются частью возвратных глаголов, это возвратные частицы, имеют форму следующую, ми, ти, си, чьи, ви, си, от возвратных глаголов. Вот такие вот местоимения мы знаем. И очень часто, очень-очень часто императива сопровождается местоимениями. Даже те примеры, которые я приводила, типа, дамми, фамми, они были с местоимениями. Или мы говорим с кузами, да, извини меня, но мискузи, ноги вот путаются, куда поставить частицу, что такое происходит, куда-то то в конце, то она в начале, где вообще ее куда ставить. Поэтому сейчас мы все разложим по полочкам. Все разложим по полочкам и разберем подробно. Давайте посмотрим. Возьмем глагол альдарси. Возьмем глагол альдарси. Альдарси – просыпаться. Здесь я сделала на один глагол целую вот такую карточку. Почему? У меня есть две колонки. В первой части у меня будет императиво, такое повелительное наклонение, да, со знаком плюс, то есть что-то делай. Аффермативо, утвердительное. И во второй колоночке у меня идет императиво негативо, да, то есть что-то не делай. И вы заметили, что в первой колонке по одной форме, тогда как во второй колонке здесь встречаются две формы, потому что положение частицы может меняться. Итальянский такой вот язык интересный, что можно сделать так, а где-то можно сделать по-другому. Давайте рассмотрим. Здесь у меня глагол альдарси. Альдарси – это вставать, подниматься, да, то есть когда мы с вами проснулись, звильярси, то мы с вами поднимаемся с кровати, да, это действие называется альдарси. Итак, если мы говорим на ты, обращаемся, да, вставай, альдарси. Но глагол альдарси не только относится к кровати, да, к нашему пробуждению, к пробуждению. Нет, просто человек сидит, мы сидим, чего-то ждем. Я говорю, альдарси, я ему, давай, вставай, поднимайся, пойдем. То есть это абсолютно такой нормальный глагол, который относится к повседневной жизни тоже, не только к ритуалу пробуждения. Итак, ты, альдзати, вставай, си альдзи, вставайте, если мы на вы обращаемся к человеку. Ной, альдямочи, давайте встаем, ребята, встаем и идем. Рогатси, альдямочи, альдяму, и вой, альдзатеви. Итак, в форме ту вы видите, в форме ной и в форме вой, местоимение идет в конец, в то время как в форме лей, дикортези, а местоимение идет в начале, да, си альдзи, потому что напоминаю, что здесь у нас в форме лей используется форма конжунтиво, конжунтиво, и в императиво негативо, кое-где, за исключением третьего лица, единственное число, у нас, возможно, два варианта, поставить частицу либо в начало, либо в конец, да, но вы помните, что форма ту, она будет у нас в инфинитиве, поэтому здесь можно сказать либо нон альдзарти, либо нон ти альдзарей, не вставай так рано, у тебя еще час, допустим, да, если человек встает рано, мы говорим, в форме лей возможен только вариант нон ти альдзи, не вставайте, потому что это не императиво, это конжунтиво. Дальше форма ной, здесь будет нон альдзи альдзи, либо нон чи альдзи альдзи, ну, ребята, не будем подниматься так рано. Рогатти, нон альдзи 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 пресса, нон чи альдзи альдзи пресса, и в формовой будет альдзи альдзи либо нон ви альдзи альдзи. Вот такие формы для глагола альдзарси. На примере глагола альдзарси мы с вами воспоминаем, что? Прономи рефлесиви, прономи рефлесиви. Дальше у нас идут прономи diretti, прономи diretti отвечают на вопрос кого-чего, кого-что, это винительный падеж, и я здесь в пример взяла bere il vino, какой же еще пример можно взять, будучи в Италии. Я взяла в пример bere il vino, прономи diretti, то есть мы будем заменять слово vino, пить его. В императиво утвердительном, в императиво аффермативо, форма выглядит так, В отрицательной форме, в императиво негативо, у нас, как всегда, возможны варианты, во всех случаях, кроме формы lei, я могу сказать НОН ЛО БЕВА, НИ ПЕИВО, НО ЛО БЕРЕ, questo кафе е schифoso, fa schifo, ниппетат кое фонужасни, ЛИБА НО БЕРЛО, НИ ПЕИВО, СИГРА НО ЛО БЕВА, здесь у нас есть варианты, дальше формы, НОН ЛО БЕВЯМО, ЛИБА НО БЕВЯМОЛО, давайте мы будем пить, и, РАГАЗИ, НО БЕВЕТЕЛО, ЛИБА НО ЛО БЕВЕТЕ. Вот такие формы, с глаголом БЕРЕ, и с примером БЕРЕ или ВИНО, выпить вино. Что у меня еще есть? У меня еще есть ТЕЛЕФОНАРО И АЛЛУИДЖИ, ТЕЛЕФОНАРО И АЛЛУИДЖИ, это пример с прономом Индиретто, прономом Индиретто отвечает на вопрос задательного падежа, КОМУ ЧЕМУ, и я сделала пример ТЕЛЕФОНАРО И АЛУИДЖИ, ПОЗВОНИТ ЛУИДЖИ, то есть будем звонить КОМУ? ЕМУ, на месте имени ЛИ будем заменять, ФОРМАТУ, императиво аффермативо, ТЕЛЕФОНАЛИ, ПОЗВОНИЕМУ, ТЕЛЕФОНАЛИ, СЕНЬОРА, ЛИ ТЕЛЕФОНИ, ПОЗВОНИТЕМУ ПОЖАЛУСТА, ТЕЛЕФОНАМОЛИ, РАГАЦИ, ТЕЛЕФОНАМОЛИ, ОДЖАЙ Л КОМПЛЯННО, Ребята, давайте ему позвоним сегодня, у него день рождения, И ТЕЛЕФОНАТЕЛИ, ПОЗВОНИТЕМУ. ФОРМАНОЙ, как, ОТРИЗАТЕЛЬНАЯ ФОРМА, ИМПЕРАТИВО НЕГАТИВО, КАК СЕДА, ПРЕДСТАВЛЕННО ДВУМЯ СЛУЧАЯМИ, ДВУМЯ ФОРМАМИ, ФОРМИ ТУ, НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ЧТО ДЕЛЕФОНАРА, НЕ ЗВОНИ ЕМУ, ЛИБО НОН ТЕЛЕФОНАРЛИ, ЗДЕСЬ КАК ВАМ УДОБНЕ, НОН ТЕЛЕФОНАРЛИ, ЛИБО НОН ТЕЛЕФОНАРЛИ, А ПОЧЕМУ ГОРОМ УДОБНЕЕ, ПОТОМУ ЧТО, ЕСЛИ ДЛИННОЕ СЛОВО И КАКО-НИБУДЬ ТАКОЕ ПЛОХО ПРОИЗНОСИМОЕ МЕСТОИМЕНИЕ, КТО-ТО ПУТАЕТСЯ, ЧТО-ТО ТАМ НЕ МОЖЕТ ПРОИЗНОСТИ, ПОЭТОМУ АБСОЛЮТНО ВСЕ ЗАВИСТИТ ОТ ВАС, КАК ХОТИТЕ, ТАК И ГОВОРИТЕ, ЛИБО НОН ТЕЛЕФОНАРЛИ, НОН ЛИ ТЕЛЕФОНАРЛИ, МОЖЕТ БЫТЬ ЭТО ЕЩЕ НЕ ВЫГЛЯДИТ НЕ ТАК СТРАШНО, НО КАК ДА ПОЙДУТ ДВОЙНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ, ТАГДА УЖЕ ЯЗЫК НЕМНОШК НЕМНОШК НАЧИНАЕТСЯ ЗАПЛЕТАТЬСЯ. НОН ЛИ ТЕЛЕФОНАЛИ, НЕ ЗВОНИТЕ ЕМУ, ЕСЛИ ФОРМА ДИ КОРТЕЗИЯ. ФОРМИ НОЙ, НОН ЛИ ТЕЛЕФОНАМУ, ЛИБО НОН ТЕЛЕФОНАМУ ЛИ, РАГАЦИ, НОН ТЕЛЕФОНАМУ ЛИ АДЕССО, СТА ДУРМЕНДО, РЕБЯТА, ДАВАТЕ НЕ БУДЕМ ЕМЕМЕЮ СЩАЗ ВОНИТЬ, ОН ЖЕ СПИТ, И ФОРМА ВОЙ, НОН ТЕЛЕФОНАТЕЛЬ, НОН ЛИ ТЕЛЕФОНАТЫ, Вот такие вот у нас правила, СИМПЕРАТИВО, Если мы хотим добавить к ним пронуми, Надеюсь, что было понятно, потому что такая тема достаточно интересная, потому что пронуми часто мы используем СИМПЕРАТИВО, Если есть вопросы, обязательно пишите. ЧАО-ЧАО!